Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. И, конечно же, мое прелестное создание, наша кошечка Пуся. Сегодняшний ролик будет сборная солянка, немножко влога и, конечно же, немножко о жизни моей и полезных и интересных советов для вас по вязанию. Вот такая сборная солянка в сегодняшнем ролике. Многие, кто давно следит за моим творчеством и не только, за моей жизнью, вы стали меня спрашивать о судьбе тех четырех прелестных созданий, которые мы с сыном спасли. И речь идет о четырех котятах, которых двоих я пристроила, мальчика и девочку, а двоих девочек мы оставили себе. И вот я расскажу о их жизни, как они выросли, покажу вам их. Посмотрите, что из них уже выросло, какие они красавицы. Ну, а это наша красавица. Немножко расскажу о ней. Эта пусечка нам, эта кошечка послана нам с неба. Ее выкинули из пятого этажа. И надо же такому случаю случиться. В этот момент стоял сын. У него был расстегнут рюкзак. И эта девочка спикировала с пятого этажа прям ему в рюкзак. Представляете, какая судьба у кошки выжить. Но на этом не закончилось. Постоянное лечение. Недавно наша девочка переболела чумкой. Поэтому сейчас ждем еще время после реабилитации, после ее лечения. Конечно же, мы вылечились. Но нужно сделать прививку. Поэтому, девочки мои хорошие, у кого есть домашние животные, не делайте моих ошибок. Я-то думала, что кошка, если не гуляет, значит, ничего ей не грозит. Никакие болезни. А не тут-то было. Болезни нас преследовали. Мы можем их принести на обуви. В общем, я решила после этого случая, когда переболела она чумка, это смертельное заболевание, через пять дней просто бы ее не стало. Признаки это понос, потом уже начинает идти слизь, рвота разных цветов радуги. В общем, мы успели и вылечились. Так вот, после того, как она окрепнет, мы сразу же их провакцинируем. И Пусю, и нашего второго питомца. Это черный кот Кузьма. Так что, мой вам совет. Всегда вакцинируйте. Да, дорого, но все-таки шансов, что животное заболеет, меньше. И видите, то, как она страдает. У нее была температура 41, под 42 градуса. И она день ничего не ела. И вот это вот бегание в туалет. В общем, я видела, как животное мучается. Поэтому буду это исправлять. И через дней 10 мы пойдем на прививку. Де, моя сладкая. Де, моя красавица. Она моя нежная девочка. Да, мы мурчим. Мы мурчим. У нас один глазик. Мы так и не спасли ей после инфекции. Но ничего. Нам и одного хватает. Один глазик у нее очень-очень плохо видит. Он видит, но там изрядно потеряно зрение. Вот он правый. И ничего мы сделать, увы, не смогли. Посмотрите на это чудо. Две сестрички. Две близняшки. Люди любят сидеть вот здесь, вот на этой подушке. Мы ее вставляем между стеной и диваном. И они там очень любят сидеть. Вот она. Нюша. Нюшечка. Девочка моя. Красавица. Красавица. Ты моя сладкая. Ты моя красавица. Ты такая нежная. Такая умная. Просто прелесть. Посмотрите в эти глаза. Вы только посмотрите. Вот такие кошечки. Вот такие красавицы. Пушечка. 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 Нюша, конечно, больше контактная. Пуша не совсем еще доверяет. Но я думаю, со временем все будет по-другому. А эта сразу нас обозначила. Сразу залезла на плечо. Баливаться. Баливаться. Баливаться охотиться, да? Баливаться охотиться. Красивые. Очень красивые кошечки. Очень умные. Ты моя красота. Нюша. Нюшечка. Нюшечка, манюшечка. Ой, проснулась. Проснулась. talk. Почти. Нюшечка. Нюшечка. Так,binary. Нюшечки. Нюшечки. Устанег. Нюшечка. Нюшечки. 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 Пуша, ты ее задушишь, сумистка. Субтитры сделал DimaTorzok Это у нас Пуша, это у нас Пушечка, Манюшечка. Манюша кушать пошла. Манюша всегда голодная. Это самая маленькая кошечка, теперь уже практически догнала Пушу. И она постоянно хочет кушать. Всегда съест свое, а потом еще и Пушина. Пуша медленнее кушает. Да, Пушечка, девочка. Красавица. Такие чистюли, такие хорошие, такие добрые, такие ласковые. Такое счастье, что они вдвоем. Вторая кушает. Манюша. Манюша. Ну вы такое видели? Они даже лежат одинаково. Две ножи-близнюшечки. Да. Да, мои сладкие. Ой. Ой. Красавица наши. Красавица. Муртиасия. Девочка. Пушечка. Пушечка. Манюшечка. Ой, потягушки. Ой, потягушки. Такие мы уже большие. Вот так вот мы уже выросли. Да. Пушечка. Ой, девочка. Чего, лежать будешь? Ручку? Какие они ласковые. Какие они благодарные. Дю. Наше счастье. Дю. Счастье в квадрате. Ой. Ой. Ха-ха-ха. Зачем ты кусаешь ухо? Не надо кусать ухо Пуши. Не надо. Нюше больно будет. Ой. Чего там упало? Чего там упало? Пуша. Пуша. Нюша. Нюша. Кто кого умывает? А? Он говорит, мы мурчим. Это кто у нас мурчит? Это Нюшечка мурчит. Девочка моя. Ты умываешь Нюшу, да? И себя и Нюша умывает, да? Вот такие наши красавицы. Вот они. Красавицы. Вот мои сладкие мурчачьи. Нюшка. Ой. Ой. Нюши. Пуши. Кто там такой? Кто там такой? Две сестрички. Самая маленькая перегнала уже. Самую большую, да? Кто там такой? Вот они эти провода-то, да? Вот они эти провода. Идрай с ними проводами, чтобы они не думали, что это игрушка. Хорошо. Орак. Ну. Эти мои красавицы. Эти мои красивые. Нюшечка. Нюся. Уша. Ушечка. Ну. Какие же они красивые, а? Девчонки. Да знаете, какие вы красивые, а? Вот. Вот так. Вот так. Вот так. Куда побежала? Куда? Где она? Не вижу, где она? Вот она вторая Вот она Красота красивая Танюшечка Это та, что была самая маленькая А сейчас самая толстая Вон какая большая Ой Какая ты большая, Анюша Вот моя девочка Сейчас грузит Танюшечка Какая моя красавица Нет, нельзя Красивая Красивая Танюшечка А где Пуша? Пуша ты где? Пуша Пуша А вон она где На балконе Вот она Вот она красота Ты в окошко Решила посмотреть, да? В окошко Красавица В окошко пошла смотреть, да? Пушечка Пушечка Манюшечка Ну Воздухом подышать, да? Красавица 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 Ну Тоже туда Давай я тебя подсажу Давай так Давай так Любят в окошко смотреть Ну А сейчас Давайте перейдем На Стол Покажу вам хитрости Вязание Немножечко Пришлось Поморочиться Мне с этим Карманом Поэтому Расскажу О своих Секретиках И о том Как я Его Вязала Чтобы вам было Полегче Это сделать И чтобы это Получилось у вас Красиво Вот Как сейчас Это выглядит Я конечно же Здесь еще Ничего не убирала Ни узелки Ничего И вот Вывязала Вверх Все-таки Не стала я Делать резинку 2х2 Вывязала Вверх Такой же Резинкой Со снятой Изнаночной В изнаночном ряду Ну То есть Как вот эту планку Мы вязали Так я И сделала Здесь И уже Тело Кармана В общем Здесь Вывязывается Я Распустила Образец И пустила То что Распущено Из образца Пустила На карман Но мне не хватит Здесь Придется еще Довязать Но остатки Уже Не остатки А вот эти все Пряжи Из образца Уже у меня Пристроена Да что ж так Прыгает Камера Второй Значит Карман Я буду Вязать Когда закончу Уже Длину Изделия Самого Вчера Я вам показала Как это Делается Вот он Этот карман Кому интересно Мы вчера Как раз Делали Прорезь Для кармана Но здесь Я еще Не открывала Петли Решила Попробовать На одном кармане И показать вам Ну а дальше Когда уже Свяжу Полностью Низ изделия Резиночкой Закончу Тогда уже Приступлю Вывязывать И вот этот Карманчик Итак В чем же Секрет И хитрость Вязания Вот этого Кармана Я значит Когда открыла Петли Пыталась Вязать На более Тонких Спицах Ниточкой В два Сложения То есть Ну как я вязала Вот это полотно Здесь Ангора 2 И пряжа Ситал Вот они Две Эти ниточки Но провязав Вот это вот Расстояние Ну давайте назовем Это планка Или клапаном Кармана Мне не понравилось Как выглядит Полотно Ну то есть Оно плохо держало Форму И как-то Стягивало В общем я Распустила Взяла Спицы Ади Троечку Напомню Что полотно Здесь вяжется Спицами Три с половиной Так вот Я взяла Спицы Тройку И увеличила Увеличила Еще Добавила Еще одно Сложение То есть Добавила Еще Два Сложения То есть Ангору И ситал Вот эта вот Планка Или этот клапан Вязался нитью Получается В четыре Сложения Вот такой вот Толстой Получается Пряжей Видите Какая она здесь Плотненькая И очень хорошо Держит форму Не нужно никаких Заворотов Здесь будет Вот так вот Больше я ничего Здесь добавлять Не буду Так что Имейте ввиду Вот эта планка В два раза Толще Чем полотно И спицы Здесь меньшего Размера Тройка Это одна Хитрость Теперь еще Вторая хитрость Если вы помните Вот здесь Вот у меня было Тридцать две петли И Когда я связала На тридцати двух петлях Вот эта планка Все таки Это резинка Она у меня Стягивала Пришлось мне Распустить Я во первых Поменяла Увеличила толщину Нити И еще Из полотна Можно из полотна Можно Вот эту вот Первую петельку Провязать То есть Удвоить ее Ну то есть Я добавила Вот сюда Петель И у меня получилось Сейчас Тридцать пять петель И с одной стороны Я добавила Две петли И с другой Две петли Вот Ну Не знаю Как так получилось Короче Тридцать пять петель По идее должно было Тридцать шесть Петель быть Ну Видимо Когда вытаскивается Вот эта дополнительная нить Когда мы прорезь сделали Для Кармана Значит Там Как-то Теряется Эта петля Ну не в смысле теряется А она просто исчезает Потому что Ну Не знаю Как это объяснить Ну короче Сейчас у меня Вот здесь Тридцать пять петель И сейчас Вот как Сейчас мне Мне очень нравится Как выглядит Вот эта Часть Кармана Я Значит Рекомендую вам Тоже добавить Здесь петли Если у вас Совсем тонкая пряжа Тогда Можно добавить Я бы вот Еще одну петельку Сюда точно Подобавила Ну вот получается Четыре петли В идеале Было бы хорошо Для этой толщины Пряжи Так что имейте ввиду Что вот эти вот Петли Поскольку это резинка Она все-таки Стягивает полотно Чтобы красиво Здесь ровно Держала Ничего не скукоживала Лучше Добавить Вот эти петли Когда Начинаем Вязать Вот этот клапан Для кармана Ну а дальше Все понятно Дальше Я на челочных спицах По вот этим Открытым петлям Стала Вязать Сам карман Который Потом будет Пришиваться К полотну Когда будет Низ Полностью Связан В общем Думаю Что Теперь вам Уж точно Все понятно И с этими Хитростями И тонкостями Вы Свяжете Свое Красивое Изделие Вот Ну а на этом я буду Заканчивать Сегодняшний Очень короткий Ролик Вставлю Вставлю Вам еще Не знаю Либо в начало Ролика Вставлю Либо В конец Покажу Наших Красавиц Которые живут С моими детьми Вот эти две Спасенные девочки Пуша И Нюша Ну а на этом Все Желаю всем Хороших Выходных Прекрасного Настроения Неимоверного Полета Фантазии Всех Обнимаю Всех Люблю И до скорых встреч С Вами была Елена Ситникова Пока Пока